приветствую всех ищущих и мыслящих с вами александр шадов осьминог бесконечности сегодня мы обсудим довольно таки интересную тему довольно интересную философскую тему основная цель данного видео это способствовать развитию здравого размышления о науке среди самих ученых научных адептов собственно идеалистические представления о науке вредят ей самой и всей мыслительной сфере в целом сразу замечу что предложенная модель не является истиной истиной последней инстанции а лишь приводит пример для размышлений в котором наука представляет с не бесспорным идолом а чем-то воспринятым в контексте иных интеллектуальных и практических явлений это важно отметить а начнем с того что есть две фундаментальных способности человека которые делят между собой все учения все религии даже науку это мышление и практика после вы увидите построение специальный график которому я попытался в общем то все это изобразить нас интересует изучение этих основополагающих способностей и сейчас мы попробуем описать эту дуальную безусловно схематичную упрощенную концепцию на примере науки попытавшись разобраться что такое наука и как она соотносится другими философскими учениями и религиями начнем пожалуй еще с того что определение науки разнообразны кто-то дает настолько широкие определения что под наукой понимается чуть ли не все такое определение нас не устраивает прежде всего следует разобраться в том чем конкретно занимается наука и как соотносится с религиями и философиями в этом нам помогут схемы давайте посмотрим юмористическую схему вот вот она великая схема схема сиентистов у нас есть как бы вот одна вот наук наука великая лучшая вот она вот находится вот в таком кружке прекрасно вот у наука вот она подписана все отлично и она отдельно от философии отдельно от религии ну просто потому что вот так вот захотелось у нас наука она абсолютно обособлена с ней ничего не связано вот эту и она занимается познанием собственно объективных закономерностей природы и не только природа вообще просто объективных петкли закономерностей всех отрезается вот все объективно и все практичные вот сюда вот идет вот в него него заходит там остается а философии не занимаются ничем вредом русская это шляпа здесь находится религия тоже не чем рулась получается здесь же тоже где попала там находится вот такое представление с и tesla о устройстве нашего интеллектуального мира, в общем-то. Вместо вот этой интересной модели, я предлагаю модель более совершенную, которая позволяет нам, собственно, размышлять и о науке, и о философии, и о религиях. Вот такая вот модель. Эта модель делит всю нашу деятельность на две способности, ну или на две сферы, так скажем. Первая сфера это мышление, вторая сфера это практика. Где же находится у нас наука? Вот у нас есть предположение, что наука один, наука два, наука три, наука четыре. Что из этого всего наука? И где она находится? Ну, сейчас мы попробуем чуть позже разобрать все вот эти тезисы, все вот эти положения якобы науки. И посмотрим, как все остальное с этим соотносится. Но сначала обратим внимание на то, что вся сфера мышления, ну, собственно, она изучается в философии. У нас нет ничего какого в сфере мышления, чтобы не затрагивалась философия. Все возможные учения теоретические, они входят в философию просто априори. И нельзя сказать, например, так, что у нас марксизм, например, является философией, а наука номер четыре, которая опирается на философские положения и строит теории, к философии даже вообще не является. Не имеет никакого отношения, как он к мышлению. Имеет. Имеет мышление к философии, но мы не можем взять и зачеркнуть вот колоссальное количество учений, вот сказать, вот все это философия, а вот у нас наука. То есть, вот такая номер четыре, вот она великая такая, отдельная и ни с чем не связанная с другими учениями. Это глупость было. Это было бы глупо. Вот так вот, вот у нас мышление, за мышление отвечает философия. За практику что у нас отвечает? Ну, самый простой ответ, это простые и сложные ремесла. Люди что-то делают, им не обязательно для этого познавать. Мышление стремится к познанию, к познанию истины, к познанию правды, к познанию некоторых закономерностей, к созданию теорий, которые все объясняют. А практика, практика, практика наоборот, она стремится к практике, она стремится к делам, она стремится к тому, чтобы что-то сделать. Лишь иногда, вот у нас здесь зона пересечения мышления и практики, И лишь иногда практика и теория дополняют друг друга в самом вот таком вот непосредственном смысле. Чаще всего они разделены. Например, я могу взять гвоздь, могу взять молоток, забить гвоздь в дерево. Неважно, какой теорией я руководствуюсь. Я могу считать, что какие-то физические законы позволили мне это сделать. Я могу считать, что, не знаю, это закон, это дилектические законы мне позволили, да. Молоток у нас есть, есть гвоздь. И они вступили, в общем-то, в противодействие. Да, буржуазный молоток бьет по головке гвоздя пролетариата. И вот как-то вот так все мы это делаем, объясняем. То есть, практика, практика, как таковая, вообще может не иметь никакого отношения к истине. Ей истина, в принципе, неинтересна. Ей главное что-то сделать. У нас есть какие-то практические достижения, и хорошо. Отлично, супер, все, мы с ними работаем. Вот, поехали. Теперь о науке. Науке вот в этой схеме. У нас есть много определений науки. Просто вот огромное определение науки, и все они подразумевают, что наука это что-то вообще отличное. От самой себя даже. Все определения науки противоречат друг другу, причем очень радикально. Даже определения философии не так сильно противоречат друг другу. Условно принято, что философия преимущественно отвечает за сферу мышления. Если она все-таки вторгается в практику, вот здесь у нас есть некоторые пересечения, то тут уже все равно практика будет отдельно. Практика отдельно, философия просто как бы подтверждает эту практику, и с ней работает, и ее утверждает. У греков вот часто были развиты такие системы, в которых как раз была практическая философия. Именно этика, политика и все прочее, что отвечало за организацию нашей жизни. Также следует заметить, что под практикой мы понимаем не только создание сложных технических устройств, ремесел, но и всевозможные психологические техники, например. Поэтому буддизм, он техничен, абсолютно техничен. Много техники, много технических достижений. Практика это не только создание приборов, практика это не только какой-то, не знаю, спортивная техника. Спортивная техника тоже относится к практике, так скажем. Практика это вся совокупность деятельности человечества в целом. Ну и понятное дело, что наука номер три, например, вот который мы спрашиваем, спрашиваем себя, является ли наука номер три практикой? Ну, то есть, может ли наука номер три вместить в себя всю практику мира? Ответа определенно нет. Наука не является синонимом практики. В науке есть своя научная практика, да. Поэтому мы переходим к науке номер один, которая вот там вот у нас показана наверху. Это наука номер один, в скобочках написаны технические науки. Только в чем проблема? Они появились как бы как науки не так давно. Ну, многие скажут, да нет, они с самого начала человечества существуют. На самом деле нет. Дело в том, что до технических наук существовали просто ремесла. Да. И никакого специфического особенного метода технические науки по сравнению с ремеслами нам не предлагают. Они просто усложняют то, что было до этого. Опираясь на научные исследования и теории. А вот и получается, что технические науки и науки практические, например, медицина, лично вот у меня в глазах науками не являются. Они являются просто развитой практикой, соотнесенной с научными достижениями. С научными теориями. Это хорошо, это нормально, это неплохо. Но чисто по определению, вот так будет лучше разделить, чем называть все науками. У нас есть наука номер два. Это мечта. Это абсолютный синтез практики и мышления. Ну это мечта, это идеализм в данном случае. Я не видел ни одного ученого, который совмещал бы в себе и практичность, и теоретичность. Особенно в современном мире у нас таких ученых просто нет. У нас есть теоретики отдельные. И технические науки отдельно. И эти люди просто поразительно отличаются по методу. То есть вплоть до того, что одни делают одно, другие другое. Цель медиков вылечить. Цель физиологов узнать. Это противоположные цели. Это цели, не то чтобы даже цели познания. Если медик сможет учить кого-нибудь, ничего при этом не узнавая, он будет пользоваться этим методом. Методом, который ему позволяет не познавать. Но в данном случае в науке это как бы синтезировано. И да. Поэтому технические науки вовлечены немножко в мышление. И науки номер четыре, вот эти вот, которые теоретически они тоже включены в практику. И зона пересечения у них на самом деле не такая уж большая. Просто это чисто определяется методологически. Да. Разница между практикой и мышлением, она методологическая. Это глубокое методологическое различие. Почему мы называем это, например, науку номер четыре, которая представлена у нас в кружочке с мышлением? Почему мы называем ее именно наукой? Почему я называю ее наукой? Потому что именно вот этот вот научный метод, теоретический, он возник в начале нового времени. Именно тогда и начало формироваться научное сообщество, которое мы знаем сейчас. Именно вот тех людей, которые вот относятся к вот тому научному сообществу, которые относятся к вот этому кружочку номер четыре, мы называем учеными сейчас. То есть у нас есть уже, именно оттуда начинается система прямых передатчиков. Идей, смыслов, трактовок фактов и так далее, так далее, так далее. Мы не можем исключить тот факт, что вот когда-то образовалась именно целенаправленно определенная группа людей с определенными взглядами на мир. Это и были ученые, вот эти вот наука номер четыре. Именно, кстати, в нее и направлен антисоентизм обычно, ну потому что вот этой науке номер четыре важнее познания. Познание превалирует над практикой в нее. Главная цель познания, а уже вторичная цель это дать им каких-то практических достижений. Притом ученые, которые занимаются наукой номер четыре, обыкновенно не занимаются разработкой практических достижений. Ну, например, какой-нибудь инженер разработал микрочип, допустим. Или какой-нибудь человек разработал самолет. Возможно, он даже опирался на научные достижения. Вот науке номер четыре, но метод у него был противоположный. Он действовал по методу проб и ошибок, скорее всего. Ну, потому что обычно теории не дают нам возможности воссоздать все безошибочно с первого раза. Там десятки, сотни проб просто обязательно происходят. Получаются методы абсолютно разные. С одной стороны у нас эксперимент, с одной стороны у нас опыт, с одной стороны у нас статистика и наблюдение. Это теоретическая сторона, мыслительная. А с другой стороны у нас просто метод проб и ошибок, усложненный и включающий в себя объяснение немножко. Ну, тем более, да. Вот получается, что наука вмещает в себе два противоположных вот этих... Именно научная система современная вмещает в себе две противоположные группы людей. Одна из них практики, то есть которые занимаются техническими науками. А с другой стороны теоретики, которые занимаются науками фундаментальными. Ну и чем-то вот теоретизированием по поводу технических наук. Вот это все в одном флаконе получается. А, во-первых, науку номер один я учеными обычно не называю. Ну, поскольку это не соответствует историческим представлениям. Это довольно-таки недавняя группа людей, которых просто так, по-моему, назвали учеными. Можно было назвать их ремесленниками, и все было бы хорошо. Тогда бы не происходила путаница между учеными номер один и учеными номер четыре. И точные науки, и точные науки это абсолютная теория. Логика – абсолютная теория. Математика – абсолютная теория. С этим даже спорить как бы в принципе бессмысленно. Точные науки, они абсолютно оторваны от практики. И чтобы привести их к практике, нужно пройти через теории, которые связаны с практикой. И уже можно будет перенести их на технические науки. Да, технические науки используют математику. Но это не отменяет того и характера, что точные науки, они чисто мыслительные. Они происходят в голове. Это модели, это упрощение, это все мышление. Это мышление, а если это мышление, это философия. Тем более философия напрямую изобрела все точные науки, включая математику и включая логику. Это исторически известно. Пифагор создал теоретическую математику, которой сейчас пользуются люди, ученые непосредственно. Также философы создали все теоретические науки. Больного в большом таком объеме физику фундаментальную создали. Философы именно. Биологию даже создали философы Аристотель. У него трактат был по биологии. Химию, алхимию. Вот это вот все тоже относится скорее к философии. И чем отличается наука, вот этот вот номер 4, который создали философы, от науки номер 1, который просто на самом деле не является наукой? Тема отличается методом и акцентами, расставленными внутри. С одной стороны, осмышление и познание, а с другой стороны, практика и какие-нибудь достижения полезные. Из этого у нас получается, что ученые номер 1, скорее всего, просто не ученые. Их вообще неадекватно так и называть. А синтеза, вот наука номер 2, это мечта, это утопия. Когда все соединено, просто вот таких вот людей у нас не существует в мире. Ни один ученый не совмещает в себе идеально и науку номер 1, и науку номер 4. Теперь рассмотрим другие как бы учения, которые вот в этой, в этим кружочках, которые распространяются. Буддизм как раз, например, мне кажется, совмещает в себе и практику, и мышление одновременно. Потому что он работает с психопрактиками, и он довольно-таки мощно работает с психопрактиками. Я даже думаю, что современная психология, которая пытается с ними работать, вообще не достает даже близко к лудизму. Так вот, вот да, вот здесь мы видим как раз совмещение и практики, и мышления. Там и философия очень важное место занимает, и внутренние какие-то параметры, какие-то ощущения, которые мы пытаемся в основном убрать, конечно. А с другой стороны практика, практика, духовная практика, да. Здесь же у нас марксизм находится уже в зоне мышления, но тоже переходя к практику. Гелянство оторвано от практики, и дальше всех от практики оторвано учение Беркель, допустим. И каких-нибудь салепсистов, может быть. Вообще следует понимать, что практика, вот этот большой круг практики, он не принадлежит науке. Когда мы говорим, что наука есть практика, мы врём. Мы откровенно обманываем собеседника, и это неправильно. Практика, она универсальна для всех философских учений. И учёные, которые занимаются техническими науками, захватывают малую часть практики. И объясняют её, ну, так, как могут. Своими терминами, терминами науки номер четыре, так скажем. Это малая доля того, что мы вообще имеем, да, действительно. Тем более, вот наука номер один, это техническая наука. Скорее всего, есть ещё какие-то технические практики, которые мы могли бы выполнить. Именно с точки зрения механизмов каких-нибудь, каких-нибудь аппаратов. Всё, у нас возможностей очень много, которые наука не раскрыла. Но плюс к этому есть духовные практики, есть этические практики, есть политические практики и так далее, так далее, так далее, так далее. И всё это вырывается за пределы науки вот в огромный круг практики. В огромный круг вот этих вот дел, которые формируются так или иначе. В том числе в сложные и простые ремёсла. Из этого следует, что, ну, вообще, наука, она довольно-таки ограничена вот в этом вот круге науки номер один и науки номер четыре. И связано с точными науками. Если мы игнорируем вот эти вот факты, не различая вот этих вот учёных, вот эти три типа учёных, потому что, ну, точные науки, они вообще отвязаны от всей научной системы в целом. Ну, вы представляете, как математики могут работать и как они абстрактно могут относиться вообще к своей деятельности и выдумывают различные теоремы, решать их. Это такая самая замкнутая система, из которой физики уже отбирают что-то неплохое, что-то нужное. Ну, так вот, вот три разных типа учёных у нас уже, в принципе, есть. И когда мы спорим, не различая их, мы обманываем сами себя, по сути. Что касается антисоентизма, опять же, следует заметить, что антисоентизм, по крайней мере, в моём исполнении, критикует именно науку номер четыре. Экнические науки критиковать трудно, потому что они, да, они действительно делают что-то практичное. Для человека, который, в общем-то, не видит разницы между наукой номер один и номер четыре, вот эта связка их, она просто абсолютно в неё верит, он думает, что вот всё вот это едино и абсолютно объяснено. На самом деле, связку между наукой номер четыре и номер один нужно обосновать, её нужно доказать, что теории порождают реально практики. То, что практики не сами по себе существуют. То, что вот эти вот практики, которые в науке номер один, они не могли бы быть достигнуты альтернативными теориями, которые появляются не в науке номер четыре. Если они это докажут, если это реально будет доказано, но никто просто не пробует этого доказать, то тогда, в принципе, вопрос может быть снят, действительно. Но вот этого единства между наукой номер один и наукой номер четыре я не вижу. Абсолютно не вижу никакого единства между ними. И наука номер два, которая мечта, на данный момент она просто недостижима, потому что у нас нет таких людей. У нас есть два абсолютно различных подхода, и учёные из технической науки, они не понимают того, чем занимаются учёные науки номер четыре, теоретической науки. Это как бы очень сильно их разделяет. Но они при этом веруют, что они работают совместно, они другу помогают, они даже одним делом, кажется, занимаются. Но они занимаются настолько же одним делом, как, например... Я бы даже сказал, что марксизм ближе к науке номер четыре, чем наука номер один ближе к науке номер четыре. Потому что марксизм тоже можно подогнать под науку номер один, буддизм можно подогнать под науку номер один, негильянство можно подогнать под науку номер один. Наука номер четыре в этом смысле родственна. Родственна всему вот кругу мышления. На этом, я думаю, стоит закончить эту маленькую лекцию. давайте еще посмотрим вот на вот этот вот вариант вот эти кружочки они нам очень сильно помогают обычно да а и завершим нашу встреча вот наука великая и лучшая вот которого сюда помещают сиентисты себя обычно вот наука здесь и великая на лучшее обычно себя тоже вот этот же большой кружочек они просто берут стирает слова наука другие люди ставят нам свои философские учения про гиги ставится до гигелианства наука где-то вот тут она херню какой-то понятая великий гигель я познаю великую быть и великое ничто и великое становление также поступают религиозные люди они задают свой большой кружочек в котором они говорят вот мы выдающиеся но выдающиеся мы потрясающие мы великие и лучшие а все остальные вот где-то вот тут это идите ки они не заслуживают нашего внимания такой подход не дает нам адекватно сравнивать явление мы не можем в общем-то с ними работать мыслительно и адекватно вот такой подход он стрёмный как вы видите по кружочкам они нарисованы плохо это значит что это неправильная идея ну по крайней мере она очень сомнительная она маловероятная и доказывать надо радикально не надо очень сильно постараться доказать но исторически сложилось так что мы считаем науку отдельной сферой я же думаю что как-то вот она сделала обстоят вот так вот приблизительно может быть я ошибаюсь может быть я что-то где-то перепутал может быть я что-то где-то не досмотрел но вот такая модель мне кажется более совершенной чем вот такая спасибо за внимание с вами был осьминог бесконечности осьминог бесконечности Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok